А вот есть артисты, которые не инстаграмятся и не хвастаются своими концертами, а просто себе тихонечко ездят по миру, собирают залы большие, зарабатывают деньги и... И живут очень хорошо. Например, океан Эльзы. Наступного года океаны уже собирались выступить в Тель-Авиве, в Лондоне, заехать в Прагу и Варшаву. И в Германию еще. Да, и выступить в Німеччині. А гурт Хардкіс від них далеко не відстає, и у них на полонівські плани завоювати, ну, как минимум, Европу и Азию. Ну, и, конечно, поп-конвейер пообщался с одним из самых перспективных музыкантов страны. Чувак у девакуатій масті, вокалистка с похмурим макіяжем и баз-гитарист с бородою. Вони нагадують персонажів психоделічных снів. Но так, это наш украинский коллектив, и называется он «The Heart Kiss», если вы еще не слышали про него. Их композиция «Make Up» вселилась в ухо украинских слушателей, а потом эмигрувала и в другие страны. До речи, первым местом за бугром, куда наведались Юлия Саніна и компания, став Кишинел. Мы очень-очень радостно ехали в первый раз выступать за границу. И немножко разочаровались, конечно, потому что уровень именно самого развития города немножко не впечатлил. Но принимали нас очень хорошо. Был полный зал, при том, что в группе было всего-навсего год или полтора. Рокеры гастролюют в основном Россией и Европой. За океан пока еще рано. За весь час иснования коллективу, наибольшие им запамяталась Москва. Кажут, там звук супер. Однако, чтобы раскачать публику, нужно добрее поприйти на сцене. В Европе же, наоборот, маленькие клубы, но их много и очень публика соответствующая. То есть она достаточно модная, она прогрессивная. То есть очень тяжело сравнивать эти две за границей. Как ни странно, наша музыка скорее пошла в Украине и в странах СНГ, чем в Европе. Потому что это большая иллюзия, когда все думают, что в Европе кто-то ждет наших украинских артистов. А еще, как виявляется, украинских артистов недолюблюют митники, особенно российские. Нам приходится объяснять, что мы ведем вообще. Потому что это то ли животное, то ли какое-то оружие, то ли... То есть очень приходится доставать компьютер, показывать клипы, там уже неком, потом они начнут фотографироваться с нами. Потом мы уходим, вернее, они уходят и там, и мы слышим вслед, вот клоун. И там основная... Вот такая реакция была на российской границе. Когда мы летели в Казахстан, у нас был просто говно-бор, очень похожий в форме дикообраза. Вот, на самом деле. Он был очень большой. И поэтому, когда они открывали, они не понимали, что это похоже. Что это похоже, он немножко даже как на животное. Но если митники доси чухают по тилицю, когда видят The Hard Kiss, то представники американских суперстарьев больше свечені. Совсем недавно на мероприятии мы общались с пиарщиком Рианой, и даже он знает песню Make Up. Ну, если так піде и дальше, то, возможно, скоро мы почуем новые коллаборації. А там, гляди, и нагорода открытия року на какой-то крутой церемонии дистанется нашим The Hard Kiss.